Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Арстайл. На самом деле я снял распаковку неделю назад, но звук там запоролся. Я снимал распаковку на Galaxy A10 и Galaxy A40. Galaxy A40 обзор будет чуть позже. И первое мое впечатление было, когда я вытащил его из коробки. Я сказал, этот телефон напоминает телефоны, которые мы своим маленьким детям покупаем. Игрушечные имею ввиду. Знаете, есть телефоны с кнопочками, нажимаешь, музыка играет. Он реально напоминает игрушечный телефон. Он полностью пластиковый и какое-то чувство игрушки оставляет. Но, несмотря на то, что по меркам Samsung, так он вообще недорогой. В районе 8 тысяч, 9 тысяч. Цены в рублях. Ссылку я оставлю на видео, посмотрите. Стоит, что для Samsung недорого. И в остальном нельзя сказать, что он какой-то супер дешевый. Давайте же подробнее про него расскажу. Я потестировал все, включая производительность. Разумеется, потестировал камеру. И начнем мы с внешнего вида. Телефон полностью пластиковый. У него нет металлической рамы. Это задняя крышка вся пластиковая. Весит он 168 грамм. Нетипично расположен динамик на корпусе внизу. Так делали лет 5 назад все производители. Только потом динамики стали лепить на бок. Тут ни хорошего, ни плохого не скажу. Сам динамик обычный. Включал музыку на нем, звонки. То есть слышно нормально. С правой стороны у нас кнопка включения и кнопки громкости тоже из пластика. Лоточек с левой стороны тоже пластиковый, разумеется. И лоточек он отличный. Отличный, потому что здесь 2 плюс 1. То есть две сим-карты и карту памяти в телефон поставить можно. Сверху есть дополнительный микрофон, несмотря на то, что телефон позиционируется как самый недорогой в линейке А серии А10. Микрофон шумоподавления здесь есть. Снизу у нас разъем для наушников и разъем для подключения к компьютеру microUSB. Ну и микрофон, разумеется. Было очень неожиданно увидеть настройку Dolby Atmos. Обычно это прерогатива дорогих телефонов. Это настройка улучшения звука. И знаете, я ждал какого-то чуда. Я послушал на хороших наушниках, на разных, как я обычно делаю. Нет. Хоть включай Dolby Atmos, хоть что-то настраивай. Звук, конечно, средненький. Объясню коротко. Средненький. Это избыток высоких частот. Слушать не очень приятно. Но, возможно, я очень зря придираюсь. И пользователи этого телефона слушают и говорят, да ведь ты несешь пургу, звук отличный. И нельзя сравнивать этот телефон с более дорогими. Ну, как пример, даже какой-нибудь китайский середничок, там тысяч за 10, за 12, что дороже этого, безусловно, играть будет лучше. Поэтому по качеству звука, несмотря на всякие улучшалки, мне не понравилось. Экран здесь сделан по технологии IPS. Не AMOLED, как более старших братьях этого телефона от Samsung, а именно IPS. 6,2 дюйма HD разрешения. Это 1520 на 720. Экран вытянутый 19 на 9. Разрешение, конечно, невысокое для такой большой диагонали. Поэтому, ну не то, что рыхлость, конечно, какая-то, но видно, что разрешение не очень большое. HD, HD+, даже для такой диагонали 6,2 дюйма, уже все-таки маловато. Ну, извините, это бюджетный телефон. Придираться не будем. В остальном, конечно, есть, как и во всех Samsung, даже, ну, то есть, Samsung пошла по пути китайцев, того же Xiaomi, когда в более дешевые модели ставят фактически то же самое, что есть в более дорогих. Не урезают, как это делает, например, там Sony или LG или кто-то там еще. И Samsung в прошлом, кстати, очень сильно урезали. Сейчас же вот все есть. Там чувствительность, повышение чувствительности сенсового экрана. Это чтобы через стекло или через перчатки управлять экраном. Ну, и самое главное, есть адаптивная яркость. Мне она нужна. Раньше иногда ее просто убирали. Сейчас есть датчик освещенности. Ну, и, конечно, можно настроить телефон под свои глаза. И сверху экрана есть небольшой вырез под фронтальную камеру. Если он вам не нравится, можно его скрыть. Я лично скрываю. Просто перед обзором оставил показать, как есть. По дисплею, если сказать, то он не выглядит совсем дешево. Я когда смотрю картинки, я вижу нормальный зеленый цвет, нормальный красный цвет, даже как ни странно. И яркость нормальная. Я не могу сказать, что мне яркости не хватает. И, наверное, даже похвалю, потому что дать человеку в руки, не сказать, сколько он стоит, человеку не сказать, что это бюджетный телефон. Единственное, мне кажется, немножечко он как будто чуть-чуть искусственным отдает цвета, но можно все это опять же подстроить. Ну, а по процессору, ну, все мы понимаем, ну, не бывает чудес никаких. И, конечно, Samsung сюда поставил процессор слабенький, откровенно говоря. В чем выражается его слабость? Ну, конечно, телефон в интерфейсе не такой быстрый. Да, анимация. Здесь Android 9, своя собственная оболочка от Samsung. Если посмотрим версию, то так же, как и на флагманах, она One UI 1.1, Android 9. В принципе, он быстрый. Реально, вот, перелистываешь, несмотря на 2 гига оперативки в 2019 году, не могу сказать, что какие-то тормоза. Конечно, он работает медленнее, чем более дорогие телефоны, но не сильно. Выражается вся проблема в играх. 89 тысяч в Antutu, конечно, это мало. Здесь 8 ядер. Процессор собственного производства Samsung 7885. Ну, 6 ядер, всего 1,6 ГГц, по 14-нанометровой технологии построены. И 2 ядра еще на 1,4. Это очень мало. Так что частота всего 1,6. И видеопроцессор Mali-G71, всего с двумя ядрами. Ну, ставьте, короче, минимальные настройки, если будете на нем играть в тяжелые игры, типа PUBG Mobile или World of Tanks. Более я ничего не скажу. Память, встроенная 32 гигабайта, есть отдельный выделенный слот, еще для карт памяти. И, как и говорил, оперативки только 2 гигабайта. Не густо. Несколько слов о камерах. Камеры 2 в смартфоне, 13 мегапикселя основная и 2 мегапикселя фронтальная. Я не оговорился, 2 мегапикселя. Это очень мало, конечно. Вот это прям бюджетка, бюджетка, бюджетка. Фотки, конечно, средние. Чудес никаких нет. Если вам интересно, конечно, посмотрите примеры фотографий по ссылке под этим видео. Есть зум двухкратный, который работает и на фото, и на видео. Но, конечно, это цифровой зум, разумеется, не оптический. Поэтому картинка немножко улучшается. Есть Pro-режим, как ни странно, для бюджетного телефона. И единственное, что в этом всем удивило, это качество ночных снимков в фотографии оказалось не таким ужасным, как я ожидал. Обычные снимки и фронталка, довольно-таки средние качества видео, никакое. Ну, если называть вещи своими именами, не очень хорошее. А вот, как ни странно, ночью можно что-то выжать. Удивил. Правда, удивил. Аккумулятор, кстати, нормальный, учитывая, что телефон недорогой. 3400 мАч. Это хорошая батарейка, и даже более дорогие телефоны часто ставят меньше батареи. Здесь же за 8000 получаем нормальный аккумулятор. По времени, по идее, должно хватать с утра до вечера. Пусть процессор не слишком экономичный, не самый хороший. Пусть экран здесь IPS не AMOLED, но я не заметил какого-то большого разряда телефона к обеду. Дотянуть до вечера должен точно. Подводим итоги. Мне понравилось, что Samsung пошел по правильному пути, даже в таком недорогом. По меркам Samsung, конечно, телефоны. Ну, хотя, почему по меркам Samsung? Тот же Xiaomi фактически продает свои Redmi 6A, например, за такие же, ну, чуть дешевле. Но ненамного. Нельзя сравнивать с какими-то совсем телефонами там за 4000. Все-таки 8-9 тысяч, это недорого. Сохранили все функции, которые есть в более старших моделях. Единственное, чего здесь нет, модули NFC, если вам это важно. Это уже в более старшей серии. Поставили, как ни странно, FM радиоприемник. Есть управление жестами. Провести по контакту вправо звонок, влево смс, поднести телефон к уху, ответить на вызов. Разные настройки, то, что есть именно в более дорогих, в тех же флагманских аппаратах от Samsung. Они здесь сохранены. По большому счету, придираться, наверное, можно только к, наверное, фотографиям. Но мне кажется, это будет глупо, покупая такой недорогой телефон, мы не ждем каких-то чудес. Придираться к процессору также глупо, учитывая, что телефон стоит недорого. Отмечу еще раз особо. Телефон по внешнему виду с широким вытянутым экраном, он выглядит даже неплохо, особенно если скрыть вот этот верхний вырез. Рамки, конечно, большие, но опять же, такие телефоны продают и за 30, и за 40 тысяч до сих пор. На тот же iPhone, посмотрите, у него, по-моему, точно такие же рамки, только снизу поменьше будет. Но это уж совсем нельзя сравнивать, там, дорогие и дешевые телефоны. Но в целом какого-то отторжения не вызывает. Когда вытащил из коробки, думал, все, игрушка какая-то, фигня, но я бы даже, наверное, ребенку бы взял. Как бы, ну, ничего такого плохого в нем нет, чтобы сказать фу-фу-фу, доплатить и беречь что-то еще. Вывод в любом случае делайте сами. На мой взгляд, бюджетка получилась нормальной. Без явных слабых сторон и без явных сильных сторон. Некий середнячок по нетипично низкой для Самсунга, для Абренда цене. На этом у меня все, как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. И напоследок, когда рассказывал о внешнем виде, телефон практически не скользкий. Пластик совершенно простейший, как игрушечный, но телефон лежит в руке нормально, не выскакивает. На этом точно все. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова